Дорогие друзья, я прежде чем зачитаю вот это, просто это очень сложно наизусть выучить, поэтому зачитать-то сложно, а выучить подавно. Это Александр Вулых написал, я очень как бы трепетно отношусь к этому поэту современности, очень его уважаю. И свои стихи, когда я читаю, ну я как-то не волнуюсь совершенно, а чужие, тем более вот Вулыха, и тем более вот оно такое, да, немножечко такой мандражок ходит, гуляет. Вот, всего один стих прочитаю, но прежде чем прочитаю, сделаю маленькое короткое объявление. Если у кого-то будет интерес, поэтарий проводят новый проект с 16 февраля, старт. Это проект называется Литбрюд, и он будет в себя включать не стихи, а интересные какие-то рассказы, байки, ну, то есть обсуждение всего этого. То есть в зале будет царить некая такая гармония веселья, вот, и, соответственно, это, естественно, все будет происходить под стенами Малинарии, там же, где проходит хулиганшок, если кто-то, может быть, слышал про этот проект, вот. Так что понедельник после работы, в общем-то, когда все усталые, может быть, немножко злые, можно прийти, расслабиться, там дружелюбно очень будет атмосфера, то есть там никто ни на кого не будет ни в коем случае наезжать, боже упаси, вот. Мы будем контролировать, ну и, соответственно, приятно отдохнуть и повеселиться, вот. Мы заточены только на юмор и на позитив, вот. А сейчас я хочу напомнить, что к этому вот тексту, была и Олимпиада, отгремела, да, зимняя, а в преддверии Олимпиады зимней Россия наряду с многими странами боролась за то, чтобы быть, значит, участником, чтобы в Сочи происходила Олимпиада. И когда мы победили, соответственно, представителю от России нужно было дать какое-то слово, вот. Сказать, точнее, слово и, соответственно, на весь мир. И обязательно это нужно было сделать на английском языке, вот. Поскольку тогда, в данный момент не знаю, по-моему, тоже, но тогда являлся представителем от России министр, по-моему, культуры и спорта, или как это правильно там называется, спорта и туризма, Мутко, некий господин чиновник, вот, значит, он на всю страну прочитал по бумажке, ну, бывает, что люди не знают английский язык, ничего страшного, вот. И, соответственно, он прочитал по бумажке, и ему написали просто транскрипцию, и все, вот. И, значит, Александр Вулых, он как бы поэт, который пишет в юморе, очень интересно пишет, он написал вот такую вот транскрипцию, он перевел уже эту транскрипцию, то есть это одно на другое, значит, сначала транскрипция, потом стихи на транскрипцию. Вот я сейчас попробую все это выговорить, то, что на весь мир читал представитель России. Некий Мутко. Может быть, кто-то это видел, кстати, это показывали, потом, правда, убрали, и все, сейчас ничего нигде нет. Называется Let me speaking from my heart again. Я постараюсь так, как транскрипцию, читать. Dear friends and gentlemen and ladies, let me speaking from my heart again. We have got a lot of gold medals on the H-H-2 Olympic Games. We are lucky in the competition. We have set a lot of new records. Russia occupied the first position. I am best minister of the sports. All the guests have liked Olympic fire. All skin colors white and also black. Я другой такой страны не знаю. But I know sportsmen do come back. In the ski, bobsleigh and figure skating. In the skeleton and snowboard, We received the first Olympic rating. We are graced as country in the world. But the team of Russian Federation. In the kite of sport, in ice hockey. Hardly loosed and deeply abbasration. Only Beledinov was okay. All policemen were polite and funny. Even pussy right, they did not touch. And about many spishin money, I don't know. Thank you very much. Thank you, dear friends. I invite you all to the week on the week on the 16th of October. On the lead bruit. We will definitely start on the lead bruit. Go to the poitary. Address to the poitary. There will be information. And, so, in the meantime, if you have a desire, On the huligan shock, we ask you, And the зрителей and the poet. In the list you can send me all my huligan stories. All my huligan stories. Thank you. Bravo. Thank you. Thank you. Okay. Продолжение следует...